Привет всем! Сегодня в программе новости науки молекула-трансформер, ценные археологические находки и улучшения городского пространства. Подробности далее. Итак, в мире. Группа исследователей из компании IBM и Сингапурского института биоинженерии и нанотехнологии получила макромолекулу EC50, которая, возможно, станет лекарством от многих вирусных болезней. Она умеет притягивать к себе вирусы за счет электростатики. Когда вирус приближается, макромолекула сковывает его и лишает возможности внедряться в здоровые клетки. Затем она выступает как химический восстановитель, за счет чего вирусу становится сложнее удваивать свое ДНК и размножаться. В арсенале EC50 есть молекулы-монозы, которые как будто буксиром притягивают к вирусам иммунные клетки организма и облегчают им задачу. А в России ведущие российские ученые проводят исследования на территории, по которой пройдет автомобильная дорога «Подход» к мосту через Перчинский пролив со стороны Краснодарского края. На этом участке обнаружен могильник бронзового века, а также уникальное кладбище нового времени. Найдены многочисленные украшения – серьги, бусы, персни, браслеты, датированные 17-18 веками. На окраине древнего поселка ученые нашли клад серебряных монет – 15 экземпляров, общим весом более 300 граммов, спрятанных в керамическом сосуде. Предполагается, что эти деньги были отчеканены на монетных дворах Испании в середине 17 века. И напоследок в Татарстане. В рамках разработки стратегии развития Казани до 2030 года в Казанском государственном архитектурно-строительном университете эксперты обсуждали, как улучшить городское пространство в целом и транспортную инфраструктуру в частности. Во встрече приняли участие ученые, представители транспортной отрасли, общественных организаций, сполкома города – всего около 20 человек. Участники поговорили о завершении строительства Большого Казанского кольца, транспортных развязках города, второй ветки метро и об увеличении числа умных светофоров, регулирующих потоки в зависимости от интенсивности движения. А на этом все.